Здарова, друзья! Сегодня мы с вами пойдём играть с очень редким предметом. С таким предметом, конечно, люди играют, но при этом встретить их вы можете, ну, прям очень-очень редко. А всё потому, что, ну, у вас как бы нет шлема, зато есть очень крутые хайповые очки на голове. Это, конечно, прикольно, но опять же, вас в голову будут закрывать с одной тычки. Но при этом, зайдя в метро, у вас будет просто максимальное преимущество. Ну, видимо, по мнению разработчиков, потому что как это будет на самом деле, сегодня мы с вами и проверим. Ну и, конечно же, понятное дело, нам нужно будет файтиться в самом метро, где у нас темно, потому что, ну, в принципе, в другом случае эти очки не работают. Конечно, вы можете взять просто ночной прицел, но опять же, я вообще на самом деле не люблю ночной прицел. Он как бы не особо удобный, да и с него иногда человека разглядеть не всегда можно. Да, это такой косяк, ну, типа, вроде как работает, но при этом не особо. На третьей карте обычно это полегче, там все какие-то нычки дефолтные, поэтому разглядеть кого-то можно. А вот на пятой, ну, знаете, как-то вот непривычно смотреть, и он там может из-за угла вылезти, поэтому это может не помочь. Ну и сегодня мы с вами пойдем в соло-режим, ну и, конечно же, попытаемся, как говорится, испытать вот данные вот очки. Ну, как они вообще называются, давайте посмотрим. Также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, любой комментарий можете вообще совершенно написать. Ну, а также все ссылочки, как обычно, в описании. Телеграм, там, какие-то соцсети, все внизу. Шлем ночного видения, то есть он называется шлем, не очки, а вот, ну, как-то так. Ну, че, короче, давайте немедлим, я уже все взял, погнали тестить. Многие из вас ищут способ быстро, дешево и, главное, надежно задонатить в PUBG. А такой способ прямо у вас перед носом. И это сайт FunPay. Здесь вы сможете максимально быстро и честно купить UC на ваш аккаунт в PUBG. Ну, а самое интересное, что теперь вы можете купить их напрямую у меня с гарантией просто миллиард процентов. Ну, а также на сайте вы сможете найти просто сотни игр для того, чтобы купить в них донат или же продать свой. Регистрируйтесь через ваш профиль ВКонтакте или вашу почту. Ну, и не забывайте, что сайт работает уже с 2015 года. Я думаю, это лучшая гарантия для вас. Ссылка будет в описании. Покупай и продавай. Итак, ну, давайте начнем. Я предполагаю, что там сразу же нужно пойти в метро. Ну, и где-то что-то типа, знаете, радиации. Туда в сторону лута, как говорится. А не в сторону файтов, потому что, понятное дело, он нас никак не защищает. Кстати, раньше он отображался как первый шлем. Ну, то есть вот здесь в иконке снизу, где у меня сейчас энергетик. Сейчас могу сказать то, что его там нету. То есть он не отображается как первый шлем. Видимо, он теперь, ну, не действует типа как шлем. А может быть, раньше тоже не действовал. В принципе, было не особо понятно. Так, с МГ-3 вышка. Прикольно. А это играбельно. Кстати. Так вот, бац, да. Заменяем. Прикольно. Правда, конечно, если брать, допустим, этот и другой предмет, это будет слишком дорого. Давайте, оп. Надевать, конечно, неудобно, но все становится вот таким вот. Ну, не знаю, круто это или нет. Но это же для чего-то нужно. Кто-то же должен это использовать. Ну, так-то в целом. Вот если у вас темный кран, то почему бы нет? Ну, опять же, зачем оно нужно? За такую-то цену, да и в таких условиях. Мне интересно, вообще на радиации хоть как-то эта штука работать будет? Или прям вообще ноль? И никакого смысла нет? Сейчас тоже, кстати, проверим. Также, что интересно. По сути-то вы можете, чтобы видите где-то здесь в темноте кого-то. Можно же использовать выкрутку яркости. Там кто-то на телефоне, кто-то еще в PUBG ее убавляет. Точнее, прибавляет. Чтобы все видеть. Ну, и, короче, таким образом, ну, говорят, что работает идеально. К тому же, там еще на радиации можно какие-то фильтры использовать для того, чтобы еще лучше видеть. Короче, наши игроки придумают все, чтобы, ну, облегчить себе игру. Конечно, это можно использовать, но при этом я не использую, как бы мне это не нужно. Не, ну так-то прикольно. Вот в таком туннеле это очень имбово, потому что ты сразу же заметишь человека, который будет лежать на рельсах. Вот прям 100% его будет видно. А если бежать в темноте, то ты его не увидишь. Ну, хотя, опять же... Ну, а кто сейчас лежит на рельсах? Так, забегаем в радиацию. Ой, как глаза режет, что-то вот прям совсем здесь. То есть здесь радиация пересекается с метро и образует что-то вот типа... Ну, какого-то хоррора или что это. Опа, все исчезло, да. Здесь это просто банально больше не работает. Ну, окей, инфа так-то полезная, как по мне. Но то, что ты, можно сказать, слепнешь из-за того, что переходишь с радиации в метро и наоборот, это на самом деле, ну, косяк серьезный. Ну, что, давайте будем шуметь и ултать радиацию заодно. Почему бы нет? Блин, знаете, по сути мы просто этот предмет, ну, этот шлем ночного видения просто скинули. Окей, давайте подкроем тогда ящики. Людей нету, но я хотел бы их встретить. Давайте, кстати, может быть сейчас пойдем сразу же на ту сторону и там попробуем встретить людей. Чисто теоретически у нас должно быть преимущество перед ними. Ну, то, что мы их будем, типа, видеть в темноте. Даже ничего красного не упало. Спасибо. Хотя, знаете, так-то я бы не назвал это плюсом все же, потому что, ну, у тебя нет шлема. Получается, с одной тычки в голову ты отлетишь. Ну, это прям по-любому. Зато у тебя есть видимость в метро. Мне, кстати, интересно, вот мы пока здесь играем, отлетим мы от выстрела в голову или нет? Ну, чисто так, ради интереса. Люди сюда явно не торопятся, походу. Так, все, здесь включается. Ну, кстати, кстати, вот здесь это полезно. То есть, если с той стороны это вообще никак не работает и только мешает, то с этой стороны, в принципе, ну, нормально. Потому что, когда ты заходишь, получается темнота. Ну, и там уже действует как раз-таки вот эта вот темнота метро. И вот именно с этой стороны здесь лучше видно. Это прям факт. Кстати, интересно, вот она у нас действует, да? То есть, мы можем... Ого, а что, так можно было, что ли? Прикольно. Я просто нажимаю включить и выключить на этом шлеме, прямо вот здесь вот в инвентаре. И он включает и выключает ее. Это прикольно. Типа, ну, хотя так-то смысл выключать, да? Ну, если она мешает, то, конечно, да. Так же интересно, когда я прицеливаюсь, по сути, тоже все видно, но... А если это будет теплак? То что тогда будет? Да, правда, видимо, сегодня не наш день. И в радиацию, ну, вообще никто не пошел. Так, здесь уже не действует, да? Ага, и включить мы тоже не можем. Так что, как-то вот так вот. Я понял, кто-то лутается. Ну, окей. Нет, это, походу, наверху, да? Жалко четверку. С него выпал шлем, причем это... Единственное, по-моему, что на нем было. Кстати, сколько весит эта штука? Она весит 80. То есть, если мы надеваем даже шлем Кобру, то шлем Кобра весит... ...тоже 80. Но при этом Сталик, допустим, весит уже 110. Ну, а обычный шлем сотку. Странно. Может быть, мы попали на какой-то сервак бомжей, или что это такое? Предлагаю сыграть, короче, с рандомами. Вообще, посмотрим их реакцию на мой шлем. Крутейший. Как минимум. Ну, и заодно, может быть, встретим какой-нибудь склад в темноте. И там у нас будет определенное преимущество. Потому что, ну, сейчас, по крайней мере, в радиацию вообще будто бы никто не пошел. Так, игра пишет, что у меня нет места. Благодарю. Просто от души. Кстати, заметьте, вообще, эта штука ни разу не сломалась. То есть, она максимально целая. Раньше мне казалось, что она ломается из-за того, что она работает в темноте. Может быть, когда-то это и было, но сейчас это уже не так. Как минимум. Хотя, это было бы, наверное, типа, реалистичнее. Она работает в темноте. Из-за этого разряжается. Из-за этого теряется прочность там. Но теперь нет. Так, спогнали. Рандомы. Ну, и давайте, знаете что? Просто вот от всей души возьмем какого-нибудь человеку шлем плюс броню. Вот реально от всей души. Просто так. У меня много. Как бы раздавать все это реально тяжко. К тому же могут забанить за всякую там раздачу. Поэтому давайте сделаем это, ну, немножко вот по-тихому. Погнали. Сразу челу так накинем, знаете. Завик, Завик, с нами Завик. Это дядя Андрей. Ладно. Это дядя Андрей. Это сейчас серьезно? Это дядя Андрей, настоящий, наверное. Есть у него Завик. Дядя Андрей. Мама, я в Ютубе. Дядя Андрей. Можно считать, сколько раз они скажут. Пишите в комментариях. Ответь. Дядя Андрей. Перезаю привет от Артура Карина. И сейчас. И у него Завик еще. Раньше у меня был типа партнер Пабга, но теперь уже нет. Да, это дядя Андрей. Стойте. Е-мама. Да, дядя Андрей. Дядя Андрей, я тебя люблю. Спасибо за участие. Смотрю, ни хераси. Да. Я его подчиню. Я его подпишу где минимум год. Дядя Андрей, я тебя обожаю. Мне около года. Ни хераси. Наверное, лизин. Там мне зажали шуток. А хоть что-нибудь скажите? А он с очками видения играет. Наверное, челлендж, не знаю. Наверное, челлендж. Ну да, наверное. Челлендж. Может, челлендж у него какой-то с очками. Да, дядя Андрей, я тебя люблю. Я не знаю. Играет с автоподводом. Я не знаю. Так, пока временно заглушим. Не, ну это реально. Типа, знаете, вот есть спам просто с сообщениями, а есть спам в войсчат. Так что вот это один из видов спама. Так что меня заспамили, получается, что. Вообще, я хотел бы сейчас сходить в радиацию. Ну, в принципе, у наших тиммейтов, ну, вроде бы как, есть все, чтобы сходить куда-нибудь в темноту. Обычно люди ходят на радиацию. Возможно, там уже кто-то есть. И, может быть, с кем-нибудь мы столкнемся в темноте. Правда, я вот максимально уверен, как будто бы, играя в этом шлеме, ну, точнее, без шлема, который тебя защищает, должны прям реально попасть в голову. А там точно бот стрелял? Просто он, этот, как-то странно, вроде урона много наносил, да? Вот, например, по второму. Допустим. И в конце какой-то лютый зажим был. Все, включается наша эффективность в темноте. Здесь мы, как бы, типа цари. Хотя можно выключить. Но зачем тогда выключать? Какой смысл? Так, интересно, они до сих пор говорят все? Ой, здесь слишком ярко было. Кстати, кто-то был. Блин, видимо, эффективность вообще никакая. Я хочу, чтобы мы попали в Ютуб. Я буду популярным. Очень популярным. Не, ну все, видимо, наша, как говорится, эффективность в темноте просто ушла. Задний план и эту штуку даже здесь не включить. Блин, зачем они начали стрелять? Тут передают привет Волгограда от Артура Каримова. Всему не тугу. Ну, это прям жестко, это прям жестко. Ну, вообще никого. Пустился только, что по-моему. Не, не, а он сидит. Теперь ты сможешь если что-то мне разку скинуть на чуть-чуть? Я не знаю, я подумаю. Залира. Халло. Вот, первый, можешь, когда поднимешь, пожалуйста, Радку скинуть? У меня Радка сейчас скоро есть будет. На. Да, дядь Андрей всех получил. Я же Андрей, ну? Да он уже троих мог. На что они рассчитывают? Он же троих убил. Один. Хорош. Фигак, с броню взяли, украли. Одолжу? Нормально. У меня радиоск нет, я ему просто как-то дам. У меня тоже ради как-то. Такое чувство, что у меня вообще все украли. Объян. Забрал. Ай, хорош. Дядя, я тебя поднимаю. Бейся, собака. Там, дядя. В смысле поднимаю? Поднимай, 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 поднимай. Пожалуйста, скинь Радку первую. Первую скинь Радку, пожалуйста. Все. С Радку, нам. Первую скинь Радку. Ну да, вообще странные чуваки были Ну, вот так вылезать Мне кажется, знаете, они хотели попасть мне по голове Вот действительно Ну или просто там, знаете, вот так залазили Ну и как-то застревали Но в итоге получилось как получилось Да, мы победили, но задача вообще как бы не выполнена По сути, мы так и не смогли нормально применить с вами очки ночного видения То есть, по сути, сейчас мы можем пойти И ждать людей, которые пойдут Сюда Правда, скорее всего, это будет одна из сторон Только вот какая Ну, типа на ту пойдут или на ту Потому что с той никто не пришел Так, ладно, окей, давай сейчас подключим рандомов Ну и пойдем Видимо, ждать людей Блин, я так странно выгляжу в этих очках Вообще какой-то бред Но так-то прикольно Так-то прикольно Так, здесь мы включаемся И здесь уже нам лучше видно Первый решил почему-то пойти со мной Не знаю зачем, но ладно, окей Блин, подумал, кстати Очки ночного видения будут очень эффективны В случае того, если вдруг к вам Ну, знаете, кто-то из-за угла резко вылетел Или вы, например, из-за угла вылетели Там же темно И иногда следовать чисто за темной фигурой Ну, чтобы стрелять по нему точно Не всегда получается Кайф Просто изи Каким он светится? Капец А почему вот такой? Ну, давайте выключим Красный, смотрите Включаем Золотой Ого, сколько патрон Так, ну, я сыграл здесь вообще свою роль Ну, кстати, без шлема лучше не лезть Помощь Подмога Я бегу со спины Я бегу со спины сходить Понимай Все, хорош Саша, только мерки где не сидят Где не сидят Идут, вот Идут Тоже красный, кстати Блин, третий Как он там оказался? Я думал, он с нами в радиации был, нет? Ты сейчас шлем не берешь Ты шлем брать не будешь, что ли? Буду, буду Не трогай Так, ну, ладно Нет, так-то, так-то Вот здесь Реально, действительно Это сработало Я их лучше видел Конечно, чувака вот здесь Ну, как-то поймать было очень тяжело Потому что, видимо, здесь прям Очень крутая позиция Но при этом я хотя бы Капельку как-то его видел Чтоб в него попасть Так что, ну, вот Как-то вот так вот Но опять же Опять же Я мог попасть Шлема не было И это было слишком рискованно Так, мы даже радик не заутали вообще Ну, пойдем мы туда или нет Здесь работает Здесь не работает Не, по сути, так-то, так-то Предмет, на самом деле, ну, бесполезный Если уж так можно подумать Ну, нет никакого особо такого Точного применения Если вдруг вам выпало Где-то или с кого-то Ну, или случайно купили То почему нет Вы можете с ним сгонять Правда, скорее всего, вы будете голым Будете, видимо, крысить в радиации Насколько я понимаю Ну, или точнее, радиацию Где-нибудь там в темноте Ну, и эта штука вам нужна будет Только для того, чтобы запуститься Потому что у нее есть один Очень хороший плюс При стоимости в 300 тысяч Она дает выкладку целых 100 тысяч То есть как-то вот так Вот если другой предмет, допустим, стоит 750 тысяч А выкладка дается 150 Это типа 1 к 5 А у этого шлема, ну, 1 к 3 То есть это, по сути, один из самых таких Выгодных предметов для того, чтобы продавать Или же куда-то запускаться Но, правда, опять же, его бесполезность Она, ну, наверное, этим компенсируется Насколько я понимаю Так, ну, давайте динозавра по дороге заберем Почему нет? Дядя Андрей, пожалуйста, дай что-нибудь Давайте реально, кстати, дадим что-нибудь Мне, в принципе, так-то ничего не нужно Дядя Андрей, дай что-то Так, а кому это нужно? Кто говорит? Дай что-нибудь, дядя Андрей, пожалуйста Сделаем, знаете, такую, типа, раздачу, что ли Да, это 100% У него сейчас, ё-моё Не, ну, они сейчас явно здесь наберут много всего Я думаю, патроны им не влезут, поэтому Патроны я бы взял Только где они? Фигася, у него скин красивый Тут очень много луто Видимо, мой предмет им явно не нужен Даже они, знаете Он вроде стоит 100 косарей Но при этом они просто Даже брать его не захотели Прикиньте Так, это Ютуб Мы в Ютуб попали или нет? Слушай, а сейчас, секунду Ой, холодно Когда ролик выйдет? Ролик когда выйдет? Слушай, секунду, секунду, секунду Чуть-чуть, подожди Слушай, не на своем, типа, не играю Всё, спасибо Охренеть Он не токал Ну, видимо, он рад, кстати Вот, кстати, вот так можно фоткаться Прикольно, знаете, да? Ну, блин, я не могу сказать, когда выйдет ролик Потому что я сам особо не знаю Ну, видимо, завтра, наверное Ну, точнее, для вас сегодня Так, ну, деньги-то не всё, верно? Ну, конечно Спасибо за лук Друзья, на этом всё Не забывайте поставить лайк Подписаться на канал Все ссылки будут в описании, как обычно Не болейте И до завтра в новом видео Как обычно Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok